Вот очередные две новости прошедшей недели, которые, как нам кажется, могут определить ход событий ближайшего времени. Первая из них. Правительство Латвии приняло поправки в закон о борьбе с распространением инфекции COVID-19, согласно которым работодатели получили право увольнять своих сотрудников, не имеющих сертификатов, подтверждающих наличие прививок от коронавируса или антител, полученных после болезни. Сертификаты становятся обязательными для сотрудников учреждений здравоохранения, социальной реабилитации и учителей. При этом государство берет на себя ответственность за потенциальный вред, который вакцина может нанести здоровью человека. Латвия стала первой страной региона, разрешившей увольнение людей за отсутствие приобретенного COVID-иммунитета. Вторая новость. ФСБ России подготовила список сведений, не имеющих отношения к государственной тайне, но которые будут запрещены для передачи иностранным государствам, так как их разглашение может нанести ущерб интересам страны. Перечень из 61 пункта делит тайную, не тайну, на военную и военно-производственную. Теперь будет запрещено сообщать сведения о военно-политической, стратегической и оперативной обстановке, о местонахождении и названии воинских частей, о преступлениях, совершенных военнослужащими и моральном состоянии вооруженных сил. Под запретом окажется и информация о финансовом состоянии Роскосмоса. Ну и много чего еще, о чем сегодня пытаются информировать общественность российские средства массовой информации. Судя по всему, система наказаний за нарушение распоряжения Федеральной службы безопасности России будет разработана позднее. Привет, я Александр Герасимов, это проект Оно вам надо. Внятный разбор основных событий, прошедшие недели на территории государств бывшего Советского Союза или прочих стран, принимающих русский язык. Дайте нам минут 50 вашего времени, в обмен получите достаточной информации для того, чтобы чувствовать себя персоной глубоко разбирающейся в текущей политике. Ну или почти глубоко. А если вы все понимаете, значит вам не обо всем говорят. Вот темы этого выпуска. Беларусь каждому свое. Тихановская дошла до Вашингтона, Лукашенко нашел в Европе поджигателей Третьей мировой войны. Украина, если завтра война. Кремль ищет на Донбассе признаки геноцида для эскалации агрессии. Россия, два месяца до выбора в Думу. Проект Навального, умное голосование, все еще жив. На прожедшей неделе в Вашингтон прилетала Светлана Тихановская, лидер белорусско-демократической оппозиции, политик, который многие считают победительницей президентской избирательной кампании прошлого года. Она же возглавляет Координационный совет оппозиции, который признан в Соединенных Штатах легитимным представителем белорусского народа. Тихановскую приняли сначала в Госдепартаменте, была встреча с госсекретарем Энтони Блинкиным, а затем она провела переговоры с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В Госдепе подтвердили поддержку белорусского общества в стремлении к демократическому, свободному и процветающему будущему, а в аппарате помощника президента во время встречи с Тихановской говорили о необходимости немедленного освобождения всех политзаключенных, организации диалога действующего режима с лидерами демократической оппозиции и проведения свободных и честных президентских выборов под наблюдением ОБСЕ. Тихановская просила ввести против Лукашенко новые санкции. Экс-кандидат президента в Вашингтоне творчески развила мысль о том, что сегодня в мире идет борьба между автократией и демократией. По ее мнению, линия фронта этой борьбы проходит сегодня через Беларусь. Соединенные Штаты дали понять, на чьей они стороне. Это критически важно. Во-первых, мы показали, что хотим отношений с людьми, которые имеют демократическую легитимность, в отличие от тех, кто узурпировал власть. И в-третьих, я думаю, что тем, как мы укомплектовываем наше посольство, с кем мы встречаемся, какие санкции вводим, мы сигнализируем нашу позицию. Мы еще больше изолируем диктатора и даем понять, что Соединенные Штаты на стороне людей, протестующих против диктатуры, а не на стороне диктатора. США верят, поддерживают демократию и против диктатуры. Я встречался с Тихановской, когда она была здесь, в Вашингтоне. Она вдохновляющий и смелый руководитель. И она признает, что она не политик, но пытается делать то, что просто очень сложно выполнить. Например, она хочет повысить уровень санкций против Беларуси. Но проблема в том, что даже если мы их увеличим, то Россия может просто вмешаться и следить за тем, чтобы Лукашенко оставался у власти. Так что у нее трудное задание так включить политику США, чтобы попытаться изменить Беларусь, которая застряла в своем развитии и находится там на протяжении почти 30 лет. Тихановская показала путь вперед, но он полон потенциальных препятствий, как с точки зрения изменения политического ландшафта Беларуси, так и с точки зрения того, насколько Россия может допустить еще одну светную революцию. Джо Байден пытается сделать целью своей администрации и своей внешней политики сильную поддержку демократии во всем мире. Считаю, что Тони Блинкен тоже очень силен в этом вопросе. И поэтому Тихановская важный символ того, кто действительно встал и возглавил крупное продемократическое движение в очень-очень сложных обстоятельствах. Выиграв на демократических выборах, ей не дали законного права на президентство Беларуси. Так что я думаю, что это важный символический вопрос. Думаю, это тоже в целом связано с отношением к России. США пытаются оказать давление на Россию, которая поддерживает авторитаризм как в Европе, так и у себя и в других местах. Так что встреча имеет несколько задач. Оттеснить Россию, но в основном продвинуть своего рода продемократическую повестку дня администрации Байдена. К сожалению, в наше время, в нашем мире не бывает так, чтобы какая-то даже самая могущественная держава заявила о поддержке какого-то народа. И сразу же там установились демократия, мир и благополучие. Так что в этом смысле каких-то таких иллюзий нет, что поддержка США, демократического движения или вообще народа Беларуси, как сейчас принято говорить более общее, что она как-то сразу кардинально изменит ситуацию. Но вообще в этом смысле, конечно, белорусам, особенно сейчас, в последние недели, очень важно чувствовать поддержку. Когда в последние недели, я имею в виду, когда каждый день происходит новое сдержание, новые аресты, когда маховик репрессий уже как-то вроде не собирается выбирать, а идёт буквально уже как последние сообщения по определённым географическим, там по квартирам, определённых домов просто уже пошли силовики. Или по секторальным, как я называю это, такие секторальные репрессии. То есть вот все журналисты или все правозащитники. Вот просто без разбора, но все, которые негосударственные, фактически сначала берут, потом придумывают, надо что-то там придумать, какую-то статью или нет. В этом смысле белорусскому народу от поддержки США и Европы, конечно, две вещи. И какая-то морально-нравственная, ну и тоже ожидание каких-то реальных действий, которые белорусы ожидают, а, в поддержке каких-то белорусских негосударственных организаций и инициатив, б, ну, раз уж есть какая-то, ну, в этом смысле какое-то общее соглашение насчёт того, что должны быть санкции, хотя споры идут, но всё-таки большинство тех, кто просто противостоит Лукашенко, считает, что санкции должны быть, то и в смысле вот усилением давления на режим, усиление санкций. На мой взгляд, не стоит ожидать, конечно, от таких встреч каких-то непосредственных сразу же видимых результатов, потому что то, что может быть через час после встречи, может быть правильное заявление. Это мы уже слышали. Конечно, после таких встреч должны приниматься серьёзные меры, касающиеся как законодательных решений внутри США, так и отношений США с другими странами, в том числе с Россией. Ну, конечно, такие вещи мы увидим не сразу, и, собственно, для этого и нужны такие визиты. Всегда это бывает во внешней политике. Лидеры стран встречаются, звучат какие-то достаточно дежурные слова, чаще всего, и что-то происходит потом. Вот, конечно, по такому отложенному эффекту и можно будет судить об успешности визиты Тихановской. Конечно, с одной стороны, это санкции и ужесточение давления на Беларусь, причём не только санкционного на Лукашенко прямого, но и опосредованного через Россию. И, с другой стороны, это, собственно, поддержка белорусского народа, там, начиная от рабочих движений, политзаключённых, пострадавших, журналистов, которые вынуждены сейчас релацироваться часто целыми редакциями. И, конечно, во всех этих случаях поддержка нужна. Это, наверное, два основных трека – давление на режим и поддержка в широком смысле гражданского общества и инициатив. Слушайте, на этой же неделе дипломатическим усилием Светланы Тихановской в Соединённых Штатах были противопоставлены рационализаторские, я бы сказал, предложения Александра Лукашенко на внешнеполитической поляне. Похоже, санкции против режима уже заставляют его затянуть ремни на несколько дырок. Ничем иным объяснить инициативу Лукашенко о сокращении дип-представительств Беларуси за рубежом невозможно. Фактически он дал команду своему министерству иностранных дел сократить в большинстве европейских стран штат посольств до двух человек, оставив посла и помощника, поместив их почему-то в двухкомнатную квартиру. Фантомные советские боли? Или, говорит, вы с народом, страной и, что важно, президентом, или такие кадры нам не нужны. Это слова Лукашенко. А вот в интервью телеканалу Sky News Arabia он немного не мало обвинил Европейский Союз в подталкивании мира к Третьей мировой войне, усмотрев следы войны гибридной в действиях по созданию очагов высокого напряжения. Причем войну Запад ведет не просто с Белоруссией, но против пула стран из России, Китая и, собственно, Белоруссии. Три богатыря, как ни крути. Лукашенко среди них, что ли? Да, и гибридная война, собственно, по версии Лукашенко, это повальные санкции и отмена авиасообщения с Минском, тотально введенными странами Запада в ответ на принуждение к посадке в Минске самолета ирландской компании Ryanair в мае этого года с последующим арестом двух диссидентов Романа Протасевича и его российской подруги. Запад, по словам Лукашенко, просто мстит за предотвращение государственного переворота и разоблачение своих агентов. Вдобавок, террористами, действующими в Беларуси, руководят не из Германии, а за провокациями против республики стоят прежде всего спецслужбы США. Международные наблюдатели говорят, что такого рода сентенции могут быть индикатором не только его, Лукашенко, я имею в виду, нестабильного ментального состояния, но и довольно серьезной неуверенности в политической устойчивости своего режима. Трудно представить, что такой режим, как Лукашенко, может выжить очень долго с такой большой дестабилизацией, поскольку проиграл президентские выборы, имел очень небольшую общественную поддержку, плохая экономика, огромные протесты, которые происходили в течение многих месяцев. Я думаю, что причина его живучести только в том, что на данный момент он пользуется поддержкой России. Следствием этого является полная зависимость Беларуси от поддержки Кремля и отказ от отношений с Западом, что, на мой взгляд, не нравится Лукашенко. Он всегда предпочитал в некоторой степени балансировать между зависимостью от России и связями с Западом. Сегодня это все потеряно. Я имею в виду, что с его репутацией и всем, что Лукашенко сделал, сегодня на Западе он не считается законным правителем Беларуси. В принципе, история неоднократно показывала, что диктатуры рушились, даже в тех условиях, когда оказалось, что совершенно недемократичная система очень сильна, и, наверное, все, кто видели своими глазами крушение Советского Союза, вряд ли могут думать, что есть что-то прямо вечное, вечные недемократические системы. Но, по сути, для успешности авторитарной системы и для ее устойчивости нужно два фактора. Нужны сильный какой-то источник экономических ресурсов, который позволяет ей существовать и перераспределять некие блага, в том числе задабливая некоторую часть населения и подкармливая силовиков. И, с другой стороны, это какая-то консолидированная сильная система власти, которая, как, например, китайская компартия, может порождать разных лидеров, более сильных, более слабых, но они и продуцируются. Мы видим, что сегодня в Беларуси нет ни того, ни другого. Ни сильной системы, которая работала с разными лидерами, ни каких-то стабильного источника денег. И, действительно, по сути, то, на чем держится Лукашенко последний год, это голые репрессии, причем постоянно происходящие по наклонной, с эскалацией, потому что системе, по сути, страшно остановиться. Лукашенко не понимает, а если остановить репрессии, это будет спокойствие или будет новый взрыв. И эти репрессии все время эскалируются. Но ведь диктатуры обычно стараются править не только на голом насилии, не потому что диктаторы такие добрые, а потому что голое насилие – это инструмент, эффективный только в краткосрочной перспективе. И в этом проблема модели Лукашенко в том, что в долгосрочной перспективе этого ресурса у нее просто нет. И, конечно, Лукашенко сейчас старается всех запугать, и, по сути, система производит страх и производит такую попытку, знаете, всех убедить, что Лукашенко вечен, ничего не случится. Но не надо, конечно, покупаться на такую мишуру, потому что фактически устойчивости системы-то не прибавилось. Наоборот, наверное, в 21-м году система Лукашенко пребывает в состоянии более разбалансированной, чем когда-либо. И тот факт, что сейчас протест внешне подавлен, не отменяет того, что причины протеста никуда не делись, и никаких решений, связанных с решением политического кризиса внутренних, Лукашенко не предлагает. Те вот сейчас анонсированные реформы Конституции, которые обещались как решение политического кризиса, свелись к каким-то совершенно номинальным вещам, которые причину проблем не решают. И точно так же не решаются системно-экономические проблемы. Поэтому устойчивость Лукашенко есть в моменте, но эта устойчивость достаточно шаркая. Ну, если бы не было той же поддержки Москвы и Беларуси, многие считают, что сами белорусы бы уже в августе смогли свергнуть этот режим. Тут тоже идут такие споры. Но ясно, что когда заявил про политическую поддержку и заявил о возможности послать какие-то там Росгвардию и при необходимости, если будут беспорядки, про это заявил Путин, конечно, это повлияло. И даже повлияло то, что как там после 2014 года, в 2015 году были в Беларуси президентские выборы, не было никаких ни митингов, ничего, потому что тогда большинство политиков считало, что нельзя сейчас рыпаться, потому что только Беларусь рыпнется, будет с нами то, что с Крымом и с Донбассом. И эта идея, эта боязнь, она немножко ослабла, но тем не менее она оставалась. И в 2010 году, когда люди вышли, не слушая особенно каких-то предупреждений или осторожностей политиков, они вышли, потому что их достала эта власть, достала несправедливость. Но аналитики и политики по-прежнему боялись, что если только что-то произойдет, то сразу же войдут сюда российские войска. Так что в этом смысле Беларусь находится под таким сильным влиянием, что не только сами белорусы, к сожалению, решают свою судьбу. Если бы в каком-то вакууме не было соседки России, то можно было бы обойтись и без, с другой стороны, западной помощи. Хотя, конечно, тут непропорционально и несопоставимо влияние России на сегодня и влияние всего, как любят говорить сейчас, коллективного Запада, то есть Евросоюза и США. Влияние России по-прежнему сильней, и Запад может потому и не решается идти на какую-то серьезную конфронтацию с Москвой по белорусскому опросу, потому что чувствует, что в Беларуси, у Запада нет таких серьезных рычагов влияния на ситуацию, как они были в Грузии, в Украине и, может быть, в других постсоветских странах. Он в значительной степени контролирует органы безопасности, как мы видели в других странах. Именно это помогает автократическому лидеру остаться у власти. Но может наступить момент, когда органы безопасности начнут понимать, что народная поддержка демократической системы стала больше, и тогда они попытаются говорить с оппозиции и искать, что можно сделать для обеспечения более мирного перехода власти. В прошлом мы такое видели в революции Рос, оранжевой революции Майдана, как мирные демонстрации привели к народной поддержке более открытого демократического управления, чем эти страны имели до этого. Откровенно говоря, то же самое верное в отношении многих режимов в постсоветском и в посткоммунистическом мире. И в более общем плане, я думаю, что когда кто-то приобретает диктаторскую власть и использует свою службу безопасности против людей, у них возникает неизбежное чувство причастности к преступлению и понимание того, что если человека наверху уберут, то, скорее всего, пострадают все. Я абсолютно уверен, что в Российской Федерации есть много людей, которые не считают Владимира Путина лучшим президентом, но очень боятся того, что будет с ними, с их карьерами и даже их жизнями после отстранения Путина от власти. И это очень важный момент. Я думаю, люди часто говорят только о силе, которая удерживает диктатора у власти. Но это не только сила против населения, но и страх в среде элиты перед любыми изменениями, которые в значительной степени ответственны за выживание, если хотите, таких авторитарных режимов. И знаете, на фоне борьбы за выживаемость режима Лукашенко большинство политологов теряются в оценке событий, происходящих на внутриполитическом поле Беларуси. А ведь на прошедшей неделе так называемый круглый стол демократических сил передал ему итоговое предложение обновленной Конституции, подготовленной Конституционной комиссией. Так вот, по сравнению с действующим документом, представляющим президенту страны абсолютную и практически безграничную власть, в новой версии основной закон может ограничить его полномочия. Ну, скажем, президент не сможет отменять акты правительства. Предлагается запрет на монополизацию средств массовой информации, в том числе со стороны государства. Силовикам и судьям нельзя будет вступать в партии. Может быть, введен институт уполномоченного по правам человека. Гражданам может быть предоставлено право напрямую обращаться в Конституционный суд. Да и вообще, президентом можно быть не более двух раз. Так вот, пока в стране мало кто понимает, к чему могут привести такие изменения в случае их принятия на референдуме. Ну, с точки зрения политического позиционирования Лукашенко. То ли он себе запасной аэродром выстраивает, то ли Кремль все-таки настоял на его мирном уходе и передаче власти в нужные Москве руки. Если бы такая версия Конституции появилась 10 лет назад, ее массово считали бы очень прогрессивной, реформаторской, сильно ослабляющей президента, дающей к полномочию парламенту. Сейчас, конечно, это выглядит как гора родила мыши, потому что вся Конституционная комиссия собиралась и весь процесс запускался для того, чтобы решить политический кризис. Который заключается в том, что нынешняя избирательная система не работает, люди этим результатам не верят. И нужно добиться таких результатов, которые будут, может быть, приемлемы каким-то образом для старых элит и в то же время будут признаны легитимными в назову общества в первую очередь. Этих вопросов предложенные изменения в Конституцию совершенно не решают. И, по сути, они во многом скопированы с российских, все эти прекрасные слова про брак, союз мужчин и женщин, но только понятно, что в России это все нужно было, чтобы закамуфлировать один по-настоящему важный вопрос о продлении полномочий Путина. А в Беларуси такой немножко как аргокульт получился. Скопировали всю эту мишуру, но за ней потерялось, а, собственно, в чем политический-то посыл. И поэтому нынешний проект Конституции просто не решает никаких задач и принципиально в этом смысле ничего не меняет. Поэтому посмотрим, когда пройдет по нему референдум. Возможно, в начале 2022 года. Есть подозрение, что и в начале осени 2021-го. Но, в принципе, каким бы ни было результаты референдума, он мало что решит для Лукашенко. По этой новой Конституции Беларусь перестает быть суперпрезидентской республикой и становится только просто президентской. Там сокращены полномочия президента. В частности, президент решается возможность быть единственным практически источником в законодательной власти, как сейчас происходит в Беларуси по новой Конституции. Таким органом в законодательной власти остается только парламент, а президент этого лишается. Самое главное. Но тут даже дело не в содержании этого проекта Конституции. Дело в том, что последует после принятия ее. Вот это самое главное. Если после этого будут проведены досрочные президентские выборы и Лукашенко не будет не баллотироваться, то это означает реальный трансфер власти, реальный демонтаж авторитарного решения. И в этом как бы весь фокус и в этом весь важнейший фактор этого процесса. Поэтому я бы на это обратил внимание настолько на содержание самой Конституции. Сложно очень говорить, но есть некая логика политического процесса. Если бы Лукашенко собирался сидеть до конца своей каденции, возникает вопрос, зачем ему эта новая Конституция, зачем ему этот референдум, уменьшать полномочия президента и так далее, и так далее. Но коль он запустил этот процесс, значит он должен привести к каким-то переменам этот процесс. Предполагалось, что вообще Лукашенко уйдет с поста президента и займет какую-то другую должность руководителя Всебелорусского народного собрания, но из той содержания того документа, который опубликован, там как раз для другого должностного лица нет места. Там основные полномочия президента, а все остальное там это очень слабо и пустое. Выпустили очередную демоверсию Конституции. Почему так немножко скептически про него, потому что это никакая пока не официальная версия и неизвестно, что это пробный шар, власти проверяют реакцию. Выпустил такой псевдо, ну скажем, бывший оппозиционный политик Воскресенский, которого выпустили из СИЗО, и сейчас он играет роль, так сказать, оппозиции его величества, то есть от имени власти собирает какой-то оппозиционный круглый стол, но, конечно, там никого нет, поскольку большинство вообще вот он выпустил эту, ну скажем, проект Конституции. Его сейчас активно обсуждают, и с удивлением обсуждают, что он не такой страшный, как можно было бы считать, это не Северная Корея, не Туркменистан, и это даже в какой-то степени лучше, чем 96-й год. Я напомню, что в Белоруссии после конституционного переворота, или референдума по-разному называют, в 96-м году была принята новая Конституция, по которой сейчас Александр Лукашенко имеет почти, скажем, неограниченные полномочия. Ну и вот эта версия, которая сейчас, она вроде как показывает, да, что Лукашенко собирается уходить, если принять, что эту версию действительно поставят на референдум и будут принимать. И даже один из наших самых известных политологов, Олег Карбалевич, сказал, что тогда, возможно, люди, оппоненты режима должны проголосовать за эту Конституцию, как за меньшее зло, потому что оно предполагает хоть какую-то, ну, такую, под руководством сверху, но все-таки сменяемость власти и замену этой фамилии. Ну, его сразу раскритиковали, но смысл в том, что пока что это действительно неофициальный проект, и смысл в том, что действительно есть мнение, что Москва все-таки требует от Лукашенко под тем или иным соусом именно произвести этот транзит власти, конституционные изменения, вот, и вопрос только в том, как он это собирается оформлять, действительно ли он готов, ну, скажем, пойти на вариант казахстанский, условно говоря, остаться каким-то там председателем Всебелорусского собрания, или где-то со стороны смотреть на то, что происходит, или там, как Дэн Сиаупин в Китае, формально говоря, никем не был, но фактически руководил всеми там и генеральным штабом, и генеральным секретарем. Вот какую из этих ролей захочет себе выбрать Лукашенко, и как тогда действительно будет реагировать общество, или пойдет на какой-то компромисс, или все-таки будет продолжать относиться к этому, как к тому же нелегитимному проекту, это вот пока еще не вполне понятно. И вот еще что, пока Лукашенко рассматривает отправленную ему итоговую версию новой Конституции, бывший диссидент Юрий Воскресенский, ставший на путь исправления и сотрудничества с властями, начал рассылку писем политзаключенным с предложением до конца августа написать на имя президента прошение о помиловании. На конец текущей недели таковыми политзаключенными в Беларуси были признаны 587 человек. Смысл веерного предложения о прошении не ясен. Александр Лукашенко не признает наличие в Уголовном кодексе политических статей и, соответственно, никаких политзаключенных, по его мнению, в стране нет. А вот на территорию Беларуси уже прибыл первый эшелон с российскими военнослужащими и боевой техникой, якобы для участия в стратегических учениях Запад-2021. По официальной информации Министерства обороны, на маневрах будут отрабатываться применения группы войск в интересах обеспечения военной безопасности союзного государства. И в качестве базового сценария используется легенда о поэтапной эскалации военно-политической обстановки вокруг условных стран. Поэтапная эскалация. Дело серьезное. Прошедшая неделя стала одной из самых насыщенных информаций из Украины и об Украине за последние месяцы. Смотрите. Прежде всего, конечно же, это соглашение между Соединенными Штатами и Германией по российскому газопроводу Северный поток-2, снимающее последнее ограничение на окончание строительства и ввода его в эксплуатацию. Стала известна дата встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом. Это должно произойти 30 августа в Белом доме. Лидеры трех бывших советских республик Украины, Молдовы и Грузии подписали меморандум о совместном пути к евроинтеграции, образовав ассоциированное трио. Россия подала в ЕСПЧ жалобу на Украину, обвиняя эту страну в нарушении прав человека и основных свобод. Ну и, конечно же, пятое это интервью Дмитрия Козака, ответственного в Кремле за отношения с Украиной по поводу конфликта на Донбассе. Он заявил, что Россия примет меры в случае, если радикальные националисты устроят геноцид на востоке Украины. Кремль, по его словам, будет вынужден встать на защиту своих граждан на Донбассе, если ситуация там будет развиваться по сценарию Сребреницы. Своими гражданами Козак называет многие сотни тысяч жителей Донецкой и Луганской областей, нежданно-негаданно получивших российские паспорта за последние семь лет с момента начала боевых действий в этом регионе. Эксперты видят в риторике заместителя руководителя администрации российского президента прямую угрозу начала нового этапа военной эскалации Кремля, действие которого сегодня происходит почти под копирку того, что было вокруг грузинской войны 13 лет назад. В августе 2008 года начались учения, масштабные учения Кавказ-2008. Потом российские кремлевские средства массовой информации обнаружили провокацию со стороны Грузии, обнаружили такую вот грузинскую серебреницу, говорили о тысячах погибших и для защиты этих вот граждан Российской Федерации от грузинских фашистов началась военная операция, которая называется в истории сейчас война 2008-08 между Российской Федерацией и Грузией. Участники этой войны имеют льготы как ветераны локальных конфликтов Российской Федерации. После войны не было обнаружено вот этих тысяч погибших даже в результате войны применением стратегической авиации, артиллерии, танков. Но война была, причина была найдена и трактовка войны в сегодняшних документах официальных выглядит так. Аналогичные вещи происходят на оккупированной части Молдовы. Там тоже всем выдают российские паспорта и это реально единственный способ найти нормально оплачиваемую работу. То есть либо напрямую служить в оккупационных войсках, либо как их обслуживать. То есть история говорит, что здесь ничего нового нет. Тоже Козак занимался тем, что в историографии кремлевской называется вот этим вот это даже замороженный конфликт в Принестровье, его разморозка, интеграция в Принестровье в Молдову. То есть здесь на мой взгляд все идет по стандартам рекламы, никакого отклонения от них нет. Я бы не рассматривал эту статью во французском издании как отдельный элемент. Я вижу связь. Статья Путина, которая была опубликована об исторической связи украинского, российского или русского народов 12 июля. Во Франции выходит статья интервью Казака 13 июля. Затем идет указание Шойгу министра обороны России изучать статью Путина в вооруженных силах на политзанятиях. Вчера буквально после заседания трехсторонней контактной группы Грызлов сделал заявление, в котором буквально сплагиатил слова Казака про то, что Донецк и Луганск имеют некий мандат, отменить который может Совет Безопасности ООН. Там буквально цитаты, если проанализировать, они буквально совпадают. Я вижу это как комплексная и подготовленная информационная операция российской власти. На мой взгляд направленная на оправдание готовящейся агрессии против Украины. Я тоже обратил внимание, что интервью Козака, Дмитрия Козака, начинается с того, что он говорит, не было никакой угрозы Украины и не было никакой угрозы от Украины Донбассу в последний раз. Просто Россия проводила большие учения. То есть полгода Россия кричала ПЭКом, что сейчас Украина нападет и захватит Донбасс, а она сейчас защитит их от геноцида и всего на свете. Сконцентрировала силы и средства на трех направлениях. А теперь, Дмитрий Козак говорит, не было никакой концентрации сил и средств и самое главное, не было никакой угрозы от Украины. А вот были обычные учения. Вот я думаю, что в конце августа, начале сентября будут очередные обычные учения, только теперь уже с привлечением белорусских войск, ну короче, повышающих градус, и они получатся, получатся и опять отойдут. И знаете, это даже не мое мнение, это вот я с людьми в Донецке разговаривал, и мне вдруг напомнили, что ну конечно же будет опять обострение с 3 по 9 сентября, как в прошлом и позапрошлом году. То есть каждый год у них телевизор кричит, что вот то ли 3, то ли 9 сентября будет нападение Украины, которое отобьет вот сконцентрировавшаяся Россия. И вот в этом году опять скорее всего будет такой же сценарий и народ на него уже не реагирует. В общем-то ничего не поменялось в повестке и в риторике. То есть это же стандартная схема встать на защиту русскоязычных, зайти туда, а потом заморозить конфликт. То есть это схема, которая применялась и она рабочая, зачем ее менять? Только сейчас история немножечко другая. Мало того, что русскоязычных, так еще Россия же начала выдавать российские паспорта на Донбассе. Я про Крым уже молчу. И там порядка, по разным оценкам, порядка двух миллионов паспортов выдано российских уже. И недавно было заявление о том, что эти граждане абсолютно спокойно смогут голосовать на выборах в Государственную Думу. То есть вот такие заявления, что мы вас защитим, не бойтесь, там вот вот эти вот националисты, это все прекрасно ложится и в канву внутренних выборов в том числе. То есть два миллиона паспортов, это вам не шутки, это можно ход выборов изменить где-то. Поэтому я думаю, что решаются несколько проблем. Только вопрос в другом, что с выдачей российских паспортов получается, что Российская Федерация скинула вот эту маску, да, некоего гаранта стабильности в регионе. То есть Путин же на себя примерял эту маску, писал какие-то статьи, вот недавно еще одна вышла про Украину, про один народ, то есть мы читали, веселились. Вот. Он же говорил, это посыл и внутрь своим гражданам и туда на запад, что я единственный гарант геополитической стабильности здесь, поэтому вы со мной разговариваете, а не с Украиной там или с кем-то еще. Вот. Россия решает свои политические задачи. Это пропагандистский прием, который в первую очередь предназначен для деморализации людей внутри Украины. И я не думаю, что это будет очень успешным. Полагаю, что травма войны подтолкнула большинство украинцев, и вы можете видеть тому подтверждение в вопросах общественного мнения, что Россия не друг, а враг. И такие суждения имеют тенденцию оставаться на поколение. Так что есть формирующиеся поколения, молодые люди, которые сражались против России, видели захваченные Россией регионы. Это их формирующий политический опыт, и он никогда не покинет их. Это политическая социализация, и так Россия в этом смысле потеряла Украину. Знаете, соглашение по Северному потоку-2, подписанное на этой неделе, вызвало давно невиданную волну разного рода реакции. От представителей Белого дома, объясняющих, что цель администрации Байнера заключается в том, чтобы уменьшить геополитическое влияние России на Европу через этот самый СП-2, до сентенции канцлера Меркель, заявивший, что сделка позволит Украине зарабатывать на транзите газа и не допустит использования Кремлем энергоресурсов как оружие. В самой Украине эту сделку рассматривают крайне негативно. В Министерстве иностранных дел говорят, что Киев продолжит защищать свои интересы. Вот цитата главы МИДа Кулебы. Игра не завершилась, она перешла в овертайм. У нас есть еще два тайма и пенальти, чтобы максимально защитить Украину. В российском Газпроме говорят, что готовы продлевать договор о транзите газа через территорию Украины после 2024 года, когда закончится действующий контракт. Но это будет зависеть от экономической целесообразности и, внимание, состояния трубопровода. В Украине говорят, что состояние трубы это параметр чисто политический. В европейских медиа уже прижилось определение Северного потока-2 как газопровод Молотова-Риббентропа. Естественно, Кремль воспринимает это как свою победу. Поэтому он будет одушевлен, скажем, этой победой. И я думаю, это может сказаться действительно на их активности. Тем более, что действительно, ведь для нас вопрос Нурстрима это не просто вопрос экономический. Это вопрос безопасности. Все прекрасно понимают, что пока идет через территорию Украины российский газ, Россия не будет нападать на Украину. Потому что тогда прекратится транзит и тогда, скажем, против России уже будет Европа. У нее будет экономический интерес к этому. Если не будет транзита, то понятно, что Россия будет чувствовать себя свободно, с развязанными руками. Она сможет позволить себе любые действия против Украины. Поэтому как минимум как минимум Путин воспримет это как один из признаков того, что ему можно, что ему отдали Украину, как он хочет, в сферу влияния России, что это его территория и он может делать с ней все, что считает нужным, оправдывая это историческим единством и прочими забугонами, которые существуют только в его голове. Мы видим, с каким большим разочарованием в Украине сейчас проходит осознание того факта, что Северный поток будет достроен. И это будет плодом договоренности Германии и США. И что за потерю, якобы потерю двух миллиардов долларов в год от транзита у Украины будет компенсация в один миллиард долларов инвестиций всего. и все так на этих цифрах концентрируются, но ведь правда состоит не в цифрах денег, правда состоит в том, что единственный путь транзита газа в Европу шел через Украину и именно это останавливало боевые действия. То есть в Луганской области находится хаб на пути этого транзита, этот хаб на оккупированной территории и к нему никто не подошел вообще. В 2014 году там какие-то пытались сесть и их вообще без помощи украинской армии кто-то неизвестный просто уничтожил очень быстро. И то есть все было аккуратно. Если бы взорвался газопровод вот вследствие какого-то масштабного наступления, то Газпром бы не мог поставлять газ годы на территории Европы и сейчас он сделал обходной путь, его заканчивают и уже никакая война не помешает качать газ в Германию. Вот в чем смысл Северного потока-2 с точки зрения Украины и с точки зрения любого человека. В России нет теперь жизненно необходимой инфраструктуры на Украине, которую нельзя разрушить ни в коем случае. Вот в чем проблема. А что касается жалобы Кремля в ЕСПЧ на Украину, то этот по-своему исторический документ был назван в Киеве эталоном цинизма. В нем Россия обвиняет соседнюю страну всего-навсего в дискриминации русскоязычного населения, преследовании инакомыслящих, поощрении националистов, гибели мирного населения и даже в крушении малайзийского Боинга, сбитого в 2014 году на территории Донбасса. То есть весь набор свидетельств и доказательств политической нечистоплотности Кремля оптом был перегружен в качестве обвинения на соседнюю Украину, граждан которой президент Путин упорно продолжает называть братским народом. В России набирает обороты избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы, законодательного органа страны, который, как считают многие аналитики, в нынешней конфигурации власти играет роль печатного станка по производству законов, генерируемых в администрации президента, ну, понятно, что путинское окружение стремится всеми возможными способами сохранить статус-кво, а малочисленная оппозиция пытается прорваться в Думу в надежде хоть как-то качнуть кремлевский путинский монолит. В нынешнем избирательном цикле 450 мест в парламенте делятся пополам между так называемыми одномандатниками и партиями, преодолевшими 5-процентный барьер. Большинство социологических замеров показывает, что в Думе останутся прежние 4, так называемые парламентские партии. Это Единая Россия, Коммунистическая партия, ЛДПР, либерал-демократы Жириновского и Справедливая Россия, добавившая к своему бренду слова за правду. По федеральным округам Единая Россия должна собрать более половины всех голосов. Судя по тому, что такие цифры показывают агентства, аффилированные с Кремлем, ну там, ВЦИОМ или ФОМ, можно предположить, что это плановые показатели, установленные путинским окружением. Некоторые утечки не исключают дозированного прохождения в Думу и других партий, пенсионеров, скажем, Новые Люди или Яблоко, для придания процессу пущей демократичности. Для достижения этих высот Центральная избирательная комиссия уже обнародовала правила проведения голосования. Оно пройдет в три дня, что дает прекрасные возможности для любых манипуляций с бюллетенями. А видеонаблюдение будет установлено только в половине всех избирательных участков. В семи регионах, включая Москву, пройдет даже онлайн-голосование. В самопрозглашенных республиках Донбасса, где только по официальным данным живет более 600 тысяч обладателей российских паспортов, голосование тоже будет дистанционным через интернет. Несистемная оппозиция практически выдавлена из избирательного процесса. Главный противник Кремля уже более полугода сидит во Владимирской колонии. От него приходится меньше и меньше вестей. Впрочем, проект Навального «Умное голосование», судя по всему, живет. В сети продолжается организационная работа по вовлечению людей, недовольных властью, в схему выдавливания кандидатов от «Единой России» из нового состава Государственной Думы. Голосуйте за любую партию, кроме «Единой России». Тут никакое «Умное голосование» не нужно. Вы знаете, что делать. Просто ставите галочку за любую партию, которая имеет шансы пройти 5-процентный барьер. Во втором бюллетене будут фамилии кандидатов конкретно по вашему округу, в котором вы живете. Вы их, скорее всего, даже не знаете и выбрать будет гораздо сложнее. Тут-то вам и поможет «Умное голосование». Чтобы узнать фамилию самого сильного кандидата в вашем округе, зарегистрируйтесь на сайте «Умного голосования» и рекомендация придет к вам на почту или скачайте приложение и вам придет пуш-уведомление. В каждом округе это будет кандидат от разной партии, но всегда самый сильный соперник «Единой России». Тот, кто больше всего голосов набрал на прошлых выборов, кто больше всех и лучше всех агитировал или встречался с избирателями. Чтобы определить самого сильного противника «Единоросса», мы проанализируем всех кандидатов в каждом округе. «Единоросс-то» все равно наберет свои 30% за счет подкупа, фальсификации, но остальные голоса мы объединим против него и в итоге победим. Тут ведь в ход вступает, простая математика. Если все избиратели, которым «Единая Россия» не нравится, проголосуют за одного оппозиционного кандидата, то даже никакая Элла Памфилова с ее чудесами не сможет изменить результат. Надо сказать, что кремлевская власть, организовав в первой половине этого года мощную волну преследований и открытия уголовных дел против оппозиционеров, основательно проредила списки потенциальных прецедентов по одномандатным округам. Вот, скажем, в выборах не примут участие такие политики, как Юлия Галямина, Любовь Соболь, Андрей Пивоваров, Дмитрий Гудков. Перечень весьма длинный. На этой неделе Amnesty International выступила с требованием немедленного освобождения и прекращения уголовного преследования любого человека в России, лишенного свободы исключительно за осуществление своего права на выражение мнения и мирных собраний. Но, знаете, если Навальный, за которого Кремль уже получил кучу санкций до сих пор сидит, то уж что говорить о персонах политического масштаба помельче. Кстати, в России недавно прошли учения по физическому отключению Рунета от глобального интернета. Если верить российским медиа, в Роскомнадзоре и Министерстве связи их результатами остались довольны, что должно означать полную готовность большого рубильника к отключению России от мировой сети в случае, как сказано в законе о суверенном Рунете возникновение угрозы извне. Отчетные материалы об учениях обещано опубликовать к концу августа за несколько недель до Дубских выборов. Вот так, если вы все понимаете, значит, вам не обо всем говорят. Пока. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok